Помимо этого, также здесь были представлены различные книги, которые рассказывают о особых моментах развития, становления службы внешней разведки. Итак, давайте же переключимся на Тиберан-43. Как известно, в 43-м году Гитлер планировал покушение на известных трех лидеров, Сталина, Розриста и Черчилля. Но молодая компания, ребят, это Георг Андреевич Вартанян и его впоследствии будущая супруга, Гуар Леоновна Вартанян, смогла выявить немецких диверсантов и предотвратить покушение на Черчилля, Рузвельта и Сталина. Все это благодаря им. Также есть про это замечательная книга известного писателя, журналиста Николая Михайловича Долгополова, который очень точно, красочно описал о событиях в Иране того периода. Помимо этого, Георг Андреевич, он, к сожалению, он нас покинул в 2012 году. Неоднократно он помогал становлению нынешних разведчиков и обучал их. Зная в совершенстве восемь языков, он мог спокойно говорить и по рассказам, очень был такой интересный момент, Гуар Леоновна. Бывали в других странах и постоянно ходили мимо консульства Российской Федерации, чтобы послышать родную речь. Насколько это было трогательно и очень сложно постоянно находиться за границей. Также данный стенд, который называется «Бомба», рассказывает уже о ядерной войне. И также книга Николая Михайловича Долгополова «Абель Фишер». Есть также фильм про Абеля Фишера и правительство США против Рудольфа Абеля. Дальше. В 80-е годы. Чем они были ознаменованы? Как известно, в СССР была Олимпиада. А наш известный, уже теперь известный разведчик Алексей Михайлович Козлов смог обеспечить безопасность нашей страны. Ядерная война, то есть ядерное оружие, которым обладал СССР и США, произошла небольшая утечка информации. И стало известно о том, что ЮАР обладает ядерным оружием, ядерным потенциалом. Узнав об этом, он сообщил это в Центр. Но, к сожалению, его сдал его же друг, Олег Гардиевский, который впоследствии был убит. Как известно, разведчика вычислить практически невозможно. Существует только предательство в этом. Ну и сейчас я бы хотел бы рассказать, на мой взгляд, об уникальном разведчике, моем любимом. Это Алексей Николаевич Батян. Ему сегодня 97 лет. Он жив. Капитан волейбольной команды. До сих пор играет в волейбол. Каждый день на велотренажеры проезжает 5 километров. И доказывает свой юношеский разряд по шахматам. Помимо этого, он говорит, есть также его портрет в галерее Александра Мартьевича Шилова. Где, возможно, многие из вас побывали. И Батян, он постоянно заряжает своим позитивом. Я неоднократно с ним встречался. Очень теплый, отзывчивый человек, который мог много что интересного рассказать. Про него есть фильм, который также называется «Счастье разведчика». В главной роли сыграл Александр Олешков. Его и сам Батян смог превратить город Краков от полного уничтожения. Помимо этого, есть у нас экспонат, у нас в гостях была Елена Александровна Косова. Как вы можете видеть, она передавала в дар нашему музею вот эти уникальные экспонаты, которые она сама лепила. К сожалению, приблизительно полтора месяца назад она умерла, так как уже была в преклонном возрасте. Большинство разведчиков сейчас живы. Многие из них осуществляют, помогают, встречаются с многими студентами и дают наставления и организуют уроки мужества. Можно я расскажу? У нас сейчас уникальная возможность. У нас настоящий разведчик, полковный друг, уникальная личность. Мы можем ему хотя бы попросить, чтобы два-три слова сказали. Потому что это... В зале. В зале, да? Да. Все, Николай Федорович, вы тогда дирижируете. Я бы, знаете, просто для меня сейчас стою и кричит нечувствую. Потому что это настоящее, это... Меня пригласили в начале выема на просветку в этой... И 8 лет я не знал даже об этом музее. Я еще школьником был. В 8 класс, в Смолой Броне, сын дворнички, трое детей. Мама, отец под Смоленском погиб. Вдруг меня вызывает в СК комсомол, в 8 классиках. Кто вы думаете? Начальника влюбия, в 7 часах. Он тогда был первый секретарь СК комсомола. И говорит мне прямо в лицо. Ты хочешь за границу? Я говорю, да я кроме пианировой лагеря нигде не был. Конечно, хочу. Ну, так вот, поедешь и будешь пробивать железный запас. Ничего не говорят. Через год наставили. Что у меня целый год готовили на дачу, королю, на рыбики. Вот с тех пор семичастный все время следил за мной. Потом, когда я поступил в ГИМО, и на втором курсе он меня уже заставил возглавлять, второкурсникам, делегацию молодежную на фестивале в Стокомоле. Затем еще не конченый студ, на пятом курсе МГИМО. Он меня сделал помощником Патулича, министром Межтагуры. Я уже, поскольку я в Норвегии когда был на даче, то обещал через посла нашего Грибанова, с семичастным, что я буду изучать МГИМО, когда ему никакого иностранного, вроде бы, шведского или датского, там, норвежского языка не было. Я единственный изучал вот шведский. А потом вот без диплома поступил и был помощником Патулича, на все переговоры за границей переводил. Он мне говорил, что вот женись, поезжай хоть в Швецию, хоть в Финляндию, но только женаты посылать можно. Я кончил институт МГИМО, да это институт не в штабе, и был все время холостой. А кончик МГИМО, это, значит, заведомо никуда не поедешь, если ты холостой. Правильно? Что тогда так и было, и сейчас, наверное, так же. Но потом, что совсем неожиданно, вдруг меня в один день вызывают на Луганку в КГБ, там на 12 часов повестка. И на 10 часов повестка военкомат. Ну я по порядку дальше, до 10 часов пришел в военкомат. Ну и со мной беседуют два генерала. Причем известный генерал, если вы знаете, Мамсур, так как был генерал, приезжай. Хаджа Мамсур, на Новодевичьем стоит, где Хохущев памятник, да, да, буквально двух-пяти метров там, где-то. Кромадный памятник Мамсу. И с Триковка потом, до Жолкова, с Мамсуром. Я даже сейчас такую вещь, скажем, невероятную. Когда я долго не выезжал, готовили меня. А когда подошел в Мамсур, и я в спа, а я же никаких разведшкол. Это все было стучно, и товар у нас. Меня кроме трех человек никто не знал. И вдруг Мамсур тогда ходит, я говорю, ну что, товарищ генерал, приехал в Жуков, значит, где выступление, можно мне готовиться. И он слово Жуков, когда услышал, сказал, да ты что. Только сейчас, наконец, открывается, открывается сценарий, он мне сказал, он же пока по трупам шел. Ржев сейчас, если что не будет, какие-то новые страницы открываются, полтора миллиона. Под Ржевом, за что? Дальше он сказал, что я с ним в Берлине, он говорит, рыдал же. В Берлине, когда около миллиона положил в солдат наши, когда уже победа, это была все, мы в Берлине были. Чтобы только встретиться на Эльбе, что ли, с американцами? Мы уже встретились с ними. А зачем поглажили? А зачем поглажили? Мы после брали. То есть я могу вспомнить, что мне он рассказывал. Сталина заставил остановить армию фронт Конева. Конев первый в Допол. Они вместе, Конев в Допол, да. Конев первый должен был в ходить в Берлин. Его остановили, его не разрешили. Ну и в то же время, видите, так получилось, что он отдал, что войти в Берлине, что... Ну это не... Сейчас я... Я думаю... Нет, знаете, сейчас другая... Пойдемте там продолжить, да? Последний итог я скажу. А который, Алексей, поднялся пятью языками. Я бы его спрашиваю. Нет, подожди. Я сейчас скажу одну вещь, что просто там не буду. Простая мысль. Когда меня, значит, сами понимают. Вот мое положение. Встречают меня из КГБ, от семичастного лично. Встречают меня от групп. И я простой вопрос. Они мне говорят. Вот ты теперь решай, куда ты пойдешь. Они уже знают, что у меня в КГБ. А я говорю, а у меня вот еще повестка в КГБ. Ну ты сам решай, говорят. Куда ты хочешь идти? И я спросил простой вопрос. Вот здесь нет его, этого человека. Я спросил, а Зорге кто был? Мне сразу сказали, никакого отношения к КГБ не имел. Хуже того, его взунул расстрелять в Сибири, настоящую. И более того, он четыре года сидел в камере одиночки. И он же победу-то кто спасли Москву-то? Памфиловцы. Памфиловцы же. 28. Не 28, все дивизии, которые были. Они были перебросом в Луку. 16-я армия Роконцовского. Они одеты-то были в клуб. Не как эти немцы. Чокина, чок. Они думали, что давай еще в Луке. Сибирские дальневосточные дивизии. Да, и я когда узнал, я сказал, я хочу быть в Зорге. И честно, я был и в Японии, и на Кенаве был. Наблюдал эти самолеты летают. Памбардировщики сообщал, и избивали наши летчики. И корабли все. И в Сингапурге долго работали, в Гонконге. Короче, весь Восток. Ну, а Европа вообще ни одного, кроме Болгарии. Так же Северная Африка, потом Азия. Ну, пойдем здесь. Ну, вот, честно, я благодарен. Только, жалко, долги не вижу здесь. Нет, долги есть. Я к Киевске подавил. Би по-по-по-по-по-по-по-пи. Не раз, я не видел. Ну, я в музей вот у нас. Вот, перед вами, вот. Ребята, надо сформирутировать Анатолия Алексеевича и тоже его здесь. Пошли, пошли. Пошли, да, да. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Почему КП Лосагидов? Грустненько, потому что он, наверное, тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...